Оооо, сделано в Редбарн. Иван Васильевич Радушкин родился солнечным днем 21 июня под знаком близнецов. Своим появлением он не доставил хлопот ни матери, ни акушерам. И, наверное, если бы мог, то сам бы перерезал себе пуповину. Позже, вспоминая этот день, мать Ивана Васильевича скажет, что все прошло как по учебнику. Первые годы жизни Ивана Васильевича складывались удачно. Зубки прорезались без боли, а колики совсем не мучили. Благодаря такому счастливому стечению обстоятельств, маленький Ваня много спал, хорошо ел и от души резвился, окруженный любовью совсем не усталых родителей. Пошел малыш не поздно и не рано, а самое, что не наесть вовремя. К этому моменту родители успели обезопасить дом, чтобы смягчить Ване встречу с острыми углами. Но он обходил их с легкостью и даже грацией, совсем не свойственной детям его возраста. Не набив ни одной шишки, Иван Васильевич дожил до шести лет, когда отец подарил ему первый двухколесный велосипед. Мама была против, говорила, что это опасно и что сначала нужно научиться ездить на трехколесном. Но, как говорится, пронесло. Иван Васильевич закрутил педали так, словно был рожден для этого, на зависть соседским ребятишкам. Как и многие дети его возраста, Иван Васильевич лазил по деревьям, бегал босиком и долго не вылазил из воды, когда вся семья ездила на море. Но, к удивлению окружающих, он ни разу не ломал ни рук, ни ног, не ловил за нос и не переохлаждался. «Это все крепкий иммунитет», — говорил отец с умным видом. К слову, иммунитет у Ивана Васильевича действительно был хоть куда. Он никогда не простужался и не знал, каково это сбивать температуру. Более того, он даже не имел понятия, где в их доме лежал градусник. Первые сигареты и эксперименты с внешностью обошли вступившего в пубертат Ивана стороной. Он учился только на пятерке и четверке, никогда не прогуливал уроки и не вступал в драки. Получив аттестат, Иван Васильевич уже знал, кем хочет стать, когда вырастет, поэтому без труда выбрал себе университет и поступил туда с первого раза. На первом курсе биологического факультета Иван Васильевич встретил Свету Воронцову. Красивую, умную и веселую девушку, с которой у него очень быстро завязались теплые отношения. На втором курсе они вместе поехали на практику в ботанический сад, и там Иван Васильевич понял, что влюбился. Тянуть признанием он не стал, и вскоре выяснил, что его чувства взаимны. После окончания университета Иван Васильевич подумал, что было бы неплохо заниматься тем, что ему нравится, и устроился лаборантом в Центре биологических исследований «Эволюция». Профессия эта была не слишком рискованная и не слишком напряженная, но интересная, если не искать в ней великой интриги. Иван Васильевич точно не искал. Он изучал природу и жизнь в ее самых простых проявлениях. Растения, насекомые, микроорганизмы. И никогда не страдал от усталости, выгорания или отсутствия мотивации. Если Ивану Васильевичу приходилось писать научные статьи, то их читали с удовольствием. А если он проводил эксперименты в лаборатории, то все проходило без сучка, без задоринки. В таких условиях карьерный рост Ивана Васильевича проходил сам собой. Коллеги уважали его за компетентность, но немного недолюбливались за исключительное везение. Казалось, все в жизни Ивана Васильевича случается легко и ровно тогда, когда это нужно ему самому. К 25 годам, когда многие молодые люди сталкиваются с кризисом четверти жизни, на долю Ивана Васильевича все еще не выпало ни сильных потрясений, ни глубоких драм, ни даже грусти. Он жил просто и понятно, словно швейцарские часы. Утром просыпался, шел на работу, вечером домой. Спустя пару лет Иван Васильевич понял, что пора бы завести свою собственную семью. Он сделал Свете предложение, и вскоре они поженились на радость родне. Еще через полтора года Иван Васильевич и сам стал отцом. Его сын, которого было решено назвать также Ваня, родился быстро и легко под стать своему везучему отцу. Семейная жизнь оказалась приятной, хотя этому Иван Васильевич не был удивлен. Каждый новый день своей жизни он воспринимал как должный. Одна страница была похожа на другую, но в каждой главе происходило что-то особенное. Размышляя об этом, Иван Васильевич приходил к убеждению, что из таких глав могла бы получиться хорошая, добрая книга. Такие читают, сидя у камина на зимних праздниках. Шло время, и жизнь Ивана Васильевича тоже шла своим чередом. Менялась работа, менялся дом, но не менялись его манеры. Он всегда говорил спасибо, пожалуйста, извините, никому никогда не грубил, да и в целом его речь была безупречна. Быть может потому, что Иван Васильевич не позволял себе ярких эмоций и резких движений. Люди, что знали Ивана Васильевича, думали, что он старается держать себя в руках, как подобает ученому. Но Иван Васильевич совсем не старался. Ему просто было неизвестно, каково это – терять голову от чувств. В каком-то смысле он жил среди людей, как тот самый гладкий камень в реке. Не царапает ноги, не бросается в глаза, а просто тихо катится вдоль берега, покорно принимая каждый изгиб течения. Постепенно к порогу Ивана Васильевича подбиралась старость. Но и тут ему удалось избежать превратностей судьбы. Вместо уродливых морщин лицо его приобрело статусность, а волосы покрылись сединой, которую в народе называют благородной. Он продолжал вести активный образ жизни и сохранял ясность ума, тогда как его ровесники жаловались на боли в суставах и высокое давление. Кто-то мог бы даже сказать, что Иван Васильевич остался внешне очень привлекательным. В 60 лет он вышел на пенсию. Получая от государства хорошую сумму денег и имея приличные накопления, Иван Васильевич посвящал время только приятным занятиям. Ездил на рыбалку, ковырялся в саду, готовил и даже решил научиться писать картины. Внуком своим он рассказывал только добрые сказки и истории из жизни. Баек он не знал, ведь с ним никогда не происходило ничего драматичного. Только обычная история о том, как все получилось. Однажды про Ивана Васильевича даже написали в газете. Автор статьи под названием «Самый счастливый человек на Земле» целую страницу удивлялся тому, как же можно пройти по жизни так гладко, не то чтобы не упав, ни разу даже не споткнувшись. В конце читателям оставили риторический вопрос. В чем секрет? Но никакого секрета не было. Умер Иван Васильевич таким же солнечным днем, каким и родился, и снова не доставил никому хлопот. Лежа в своей постели, он просто закрыл глаза, сделал глубокий вдох, а после приставился с улыбкой на лице. И, наверное, если бы он мог, то сам бы выкопал себе могилу. Позже, вспоминая этот день, Света скажет, что ее муж ушел тихо. Но когда смерть пришла забирать душу Ивана Васильевича, она с удивлением для себя заключила, что жизнь, в которой нет никаких трудностей, боли и ошибок, скучна и совершенно нелепа. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Дианы Пан из города Москва. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok